Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Вечер у нас начинается и видео начинается с того, что мы собрались поехать вообще за продуктами, но решили все-таки попробовать помыть машину. Заехали на одну мойку, нам сказали, что автоматическая мойка нам не подойдет, нам нужно искать что-то другое, а машину мы так, собственно, угрязнили, когда искали место для шашлука на выходных. Это было в прошлом влоге, мы ничего не нашли, страшный ветер и вокруг пустыни, мы подумали, что весь наш шашлык будет в песке, если мы будем все это делать дикарями, поэтому, наверное, через влог будет видео, где мы все-таки пожарим шашлык. Я надеюсь, что все это состоится. В общем, нашли мы место, где намоют машину, сейчас это как раз все происходит, ее домоют, и мы поедем за продуктами. Завтра я хочу сварить боршец, поедем в простору. В Дубае есть такой магазин, где собраны знакомые, ну, людям, наверное, из СНГ продукты. И там продают знакомый и вкусный для нас по вкусу хлеб. Обычно так вот в магазинах то ли мука какая-то незнакомая нам, неподходящая, то ли делают они как-то что-то иначе. Ну, короче, отличается хлеб, продающийся в магазинах, от того, что можно найти в просторе. Поэтому сейчас домой от машины и поедем в простор. Хлеб купим еще, кстати, Леша привозил сюда, в Эмираты, очень много банок с гушенки белорусской. Нужно будет купить вафельные коржи, и потом, наверное, я не знаю, когда ближе к моему отъезду сделать вафельный торт. В общем, планы опять какие-то все о еде, про еду, для еды. Но, на самом деле, нет. Это такие обычные процессы жизненные. Сейчас я вам покажу, что с машиной происходит. Вот так она подошла. Мне кажется, я так стрёмно объяснила. Короче, автоматическая мойка нас отказалась принимать, но нас приняла ручная мойка. Остался только что, вакуум, чтобы она такая вся сухенькая была, пропылесосит ее сейчас внутри, и мы стартуем. Если бы мы раньше приехали сюда, мы бы сейчас пошли купили колу, булочек, сосиску, шоколадки. Но не сегодня, не сегодня. Но мы и сейчас можем. Мы можем, но, видишь, мы так не делаем, какие мы. Молодцы. Вот и простор. Что, вафельные, кажись, такие? Нет? Ну, вафельные, по-моему. Ну, ты их бери сразу. Гречика по 12 здесь, 60. Манная крупа. Хлеб? Да. Хлеб такой нам. Это нам надо. Какой свободности я не вижу, Зай. А, вот он. Да, 25 февраля. Сегодня какой? 20 февраля. Ладно. Как раз завтра он нам пригодится. Ролотоны всякие. Гошираки здесь есть. Вот это я что-то не узнаю, что это. Грин. А что нам еще надо было? Я забыла. Горчицу. Горчица. Так, ну, горчицу эту мы все знаем, конечно же. Махеев, дядя Ваня. Дядя Ваня, может, нет? Нет? Ну, или давайте, может, тюбики возьмем просто маленькую. Вот эту. Нам как бы так, не то чтобы сметану, конечно, вот он, Брест-Литовск. Ой. Очень повредила. Соль! Соль адыгейская. Вот это я куплю, пожалуй. Я помню, как я у тебя тут соду выпрашивала. Так, ну, все. Что тут еще продается? Майонез Махеев. Здесь кисель. Кисель. Сушки. О, смотри, мороженое это. Из кореновки вообще. Самое такое суперское, вкусненькое мороженое. Может, такое, которого у нас хватает. Какое? Молочки, но из кореновки. А, кстати, да, я что-то... Ну, может, есть, но мы просто не видели. Скорее всего, мы просто не видели. Чаще вот такое встречается. Ну, все, это вся наша закупка. Это вся наша закупка. Сюда мы даже не смотрим. Кого? Козинак. Козинак. Хорошо. Ни разу такого не пробовал. Ни разу, говорит, такого не пробовал. Наконец-то попробуешь. Все, что мы закупили, вышло на 56 дирхамов. Это где-то, наверное, полторы тысячи рублей. Обычно мы там оставляли побольше. Но сейчас так все скромно. Ну, конечно, это все равно дорого за эти продукты. Это все, что мы купили в просторе. Вафельные коржи. Хотя нет, не все. Мороженка в морозильнике. Хлеб. Горчица, казинак, соль адыгейская. Теперь то, что мы купили в спинессе. Хамон. Леша это все ест на завтрак. Каждый божий день. Завтрак, обед, ужин. Я публикую в телеграмм-канале, как я худею, в общем-то. И в каждой четверг все отчитываюсь, насколько килограмм похудело. Яйца. Что тут еще мы взяли? Макароны. На обед бывают макароны. Очень даже легко. Да и на ужин бывают. На ужин, правда, чаще гречка. Две упаковочки. Мусорные пакеты. Это, кстати, то, что вот возле двери лежало. Контейнеры для бульона. И кофе. Картада. Здесь свекла на салатики. На борщ можно, кстати. Вот ее одна, наверное, и на борщ пойдет. Картофель. Я сделаю на 23-е пирог, повторю. Ну и на борщ. Картофель, морковь. Здесь еще у нас лук. Что тут? Капуста, конечно же. Капусточка. Такой стол уже прям заполненный. Получается огурцы. Виновник вообще просто каждой закупки, каждый вечер мы ходим за этим пакетом огурцов. Постоянно вам зачем-то об этом говорю. Кто меня постоянно смотрит, думает. Ну мы поняли уже, что вы огурцы едите. Молодцы, конечно. И вот такие пакеты для мусора. Еще одна упаковка. В принципе, вот эта вся наша закупка. Я даже нашла чек у себя в кармане. 189 дирхамов. Вот это вот. Ну без простора и без доставки получилось. Последнее включение у меня было на моменте, когда я собиралась варить борщ. Я его сварила. Мы его съели. Всю еду, которая попадает к нам в организмы, я обычно публикую в телеграм-канале. Потому что я там отчитываюсь по питанию, по своему паху день. У меня в руке картошка. Возможно, это странно. Я просто вот сейчас перед выходом буквально обожглась плойкой и в ютубе посмотрела, что самое действенное средство этой картошки. И все в комментариях пишут, да, мне картошка вообще очень сильно помогла, спасла от ожогов. Это было прям реально действенное. Я такая думаю, ну, короче, правда помогают. Уменьшилась боль. Хотя я там знаю вот эти способы с холодной водой, что-то с содой, что-то еще. Холодная вода была, не помогла. А картошка топ вообще. Ну, конечно, лучше никогда не обжигаться. Но на всякий случай этот... Этот лайфхак для вас. Мы просто тронулись, и я такая, как я здорово закрепила телефон. Вчера мы были на консультации у терапевта по результатам анализов. Я об этом рассказала тоже в Телеграме. В общем-то, все довольно-таки неплохо. Единственное, почки, короче, остаются мои пока на контроле. Приеду в Россию, пойду к нашим специалистам. Мне, конечно, прописали там какие-то таблетки. Сделали рентген руки. Кровь еще взяли на доп. анализы. Ну, таблетки такие, что я что-то не рискую их пока пить. Но мне их выдали по страховке бесплатно. Так что таблетки как бы имеются. Сейчас мы едем в Икею. Нам нужно там кое-что докупить. Возможно, мы там даже и пообедаем. Скорее всего. И потом хотим проехать на рынок за рыбой. Тоже не факт, что получится. Извините, что я, кстати, в очках держу это. Зрительный контакт с вами так теряю. Ну, в общем, такой план. Нам это ничего не надо. Ну, интересно порассматривать просто. Почему ты... Ты пиалушки там увидел? А, вот они. Я не знаю даже, что это. Это какие-то как... Что это? Это пиалушки. Нет, нарисовано это. Что за рисунок? Я не понимаю. Таиланд сделал их. Как наушники, как волосы. Что это? Что это за украшения, которые я не понимаю? Не узнаю. Стаканчики. Ты решил взять, да, их сюда? Ладно. Такой довольный. Что будем из них делать? Бульон? Чай пить? Чай пить? Пить. Коллекция. Просто интересно порассматривать. Это не как с этими чашками будет. Ну, кстати, они в стиле этих чашек. Я ни на что не намекаю. Что это за мешковина какая-то, да? Вместо кошки. Вон. Нет, это вот. Вот это на кошечку похоже. Не знаю, почему такое сравнение, но очень приятно гладить. Мне нравится вот такое все. И рюша вот эти мне нравятся. И полосочки. И вот это. Ну, это тоже ок. Вот это прям красиво. Все, что хотели, купили. Теперь нам либо нужно ехать на рынок, либо пообедать. Уже время обеда. Скоро. Следующий день. В общем, так мы нигде там в торговом центре не пообедали. Решили ехать домой. Перед этим заехали на рынок. Поздно приехали. Всю рыбу уже раскупили. Мы нашли одну маленькую красную рыбку. Видимо, это популярная рыба. Она жирная, вкусная. Все, что угодно осталось. Кроме вот того, что мы берем на этих выходных. Я думаю, снова поедем на рынок. В общем, этой рыбки нам хватит на два приема пищи. Мой план на сегодня делать заготовки. Я, конечно же, буду делать это не одна. Но я уже не уточняю. Потому что, я думаю, у всех достала. Вот мой муж занимается заготовками. Вот такой вот мой муж. Вот мой муж. Муж-муж-муж-муж-муж-муж. В общем, вот так уже все понятно, что мы там будем это делать. So mess. Снова планируется фарш с перцем, луком, морковью, в томатном соусе. Все это зажарить, протушить, порционно заморозить. И вот такие обеды, ужины всегда к нашему распоряжению. Отварить макароны, отварить гречку. Все, прием пищи готов. Обязательно огурцы. Я планирую завтра еще сделать мантики. И сегодня, наверное, займемся куриным бульоном. Что касается куриного бульона, я от него временно отказалась. Я же сейчас как бы худею и публикую свои тарелочки. Завтрак, обед, ужин. И вот у меня три недели подряд был только куриный суп лапша на завтрак. Сейчас я от него отказываюсь, потому что так или иначе. Ты сливаешь воду, ну я всегда сливаю и варю на второй воде, все равно пурины там остаются. Эти пурины влияют на показатели, которые у меня повышены, показатели почек. Я, по-моему, кстати, в этом видео сказал, что я делаю рентген руки, но не пояснила. Такая вот я рентген руки сделала, вот к терапевту съездила. Как это вообще связано с почками, не пояснила. У меня опухают руки, право, чуть ли не сделали рентген, чтобы посмотреть, что с моей рукой. Нет ли там каких-то, может быть, деформации суставов или каких-то отложений. Я не знаю, что там смотрят, но вроде все в порядке. Вот-вот-вот, но почему-то руки все равно опухают. Вот кольца я ношу, но редко. Также я сдала показательный ревматоидный артрит на сои. Все это отлично, все хорошо. Не знаю, в чем причина. Нет такого, чтобы я ела много соли или ела одно красное мясо, или что там вот нельзя при болезни почек. Ничего такого вроде в нарушении питания у меня нет. Поэтому буду просто продолжать делать то, что делаю. Заниматься вот этими моими разминками, зарядками каждое утро. Ходить, также, в принципе, питаться. И наблюдать, что там с моими почками. И в процессе уже дальше выяснять, наверное, как я уже, наверное, рассказывала, скорее всего, в России. Что еще? Похудение. В этот четверг у меня снова взвешивание. Я за первую неделю сбросила 550 граммов. За вторую неделю 750 граммов. За третью неделю ушло 600 граммов. Не знаю, когда будет вот это вот так называемое плато. Когда вес встанет, пока все идет хорошо. Получается, в общей сумме, питаясь вот этими мантиками, макарошками, гречкой, рыбой, супчиками с лапшой, вроде бы как бы не совсем диетической едой, ушел. Один килограмм 900 граммов. Я считаю, это прям замечательно. Конечно, ходьба здесь другая погода. Здесь зима не похожа на нашу привычную диму. Поэтому здесь ходьба дается каждый вечер довольно легко. Может быть, в этом еще тоже как бы скрывается тот самый фактор, который влияет на такой вот, все-таки я считаю, довольно успешный сброс веса. Но не буду как-то это все дело перехваливать. Буду продолжать дальше наблюдать, взвешиваться, показывать свои результаты в своем телеграм-канале. Да что же я со своим телеграм-каналом-то все время. И, в принципе, вот этот режим питания и режим активности сохранять. На этом я свое видео буду заканчивать. Может, какой-то по скриптам ставлю, где я там всего наготовила. Может, я опять все забуду снять и просто уберу в морозилку. Не знаю. На этом я все-таки уже действительно прощаюсь. Желаю вам всего самого наилучшего. Классных, каких-то ободряющих, приятных новостей. Нужно уметь где-то концентрироваться на положительных историях. Это очень помогает нашей нервной системе и вообще нашему здоровью. Главное сейчас мне дальше не разглагольствовать. В общем, увидимся с вами в следующем видео на следующей неделе. В следующий вторник, да, получается. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok